Москитные сетки на пластиковых окнах станут предметом обсуждения в Государственной Думе. Каждое лето в России из окон падают дети, облаготившись на легкую проволочную преграду. Народные избранники предлагают ввести в России специальные стандарты для оконных сеток, которые могли бы защитить детей от выпадения. А пока эта инициатива на стадии рассмотрения. В Саратовской области предлагают бороться с этим видом детского травматизма своими методами. Какими узнала Юлия Шишкина. Смотрите специальный репортаж программы. У вас, я смотрю, вот окошко открыто, второй этаж, да? Да. Вот вы знаете, что у нас дети гибнут, вылетают из окон? Такое предупреждение звучит все чаще, особенно если проходит рейд по семьям групп социального риска. Валентина Михайловна воспитывает двух внуков, шести и восьми лет. Пять лет назад, утепляя квартиру, бабушка поставила пластиковые окна и усилила бдительность. Входящую в комплект москитную сетку на лето ставит, но с дополнительными средствами безопасности. Чтобы восьмилетней Вике не было соблазна посидеть на подоконнике, окна здесь держат в режиме форточки и сооружают живые баррикады из цветочных горшков. Я не подпускаю детей к окошкам и на балкон не выпускаю их. Со мной только выходят, если выйти, только со мной. Москитная сетка на пластиковых окнах сегодня настоящий бич современности. Создавая видимость прочной преграды, на самом деле она всего лишь защита от комаров. Опершись на легкое проволочное заграждение, в 2014 году в Саратовской области из окон выпали 10 детей, один разбился насмерть. В списке этого года уже шесть падений, одно с летальным исходом. В конце мая в доме на улице Чехова с шестого этажа упал двухлетний мальчик и погиб. При этом его мама находилась в соседней комнате. В областной комиссии по делам несовершеннолетних заметили зависимость между такими ЧП и благополучием семей. Все дети, которые падали, ни один родитель честно сказал наследству, что он не думал, что такое может произойти. Это о чем говорит? А просто о социальной апатии самого родителя, который не заботится о своем собственном ребенке. В современном городе так много рисков для детей, что их обсуждают на специальной пресс-конференции. Специалисты по детству, уполномоченные по правам ребенка в Саратовской области сообща, пытаются придумать, как защитить детей от трагедии. Есть маленькие дети, значит, надо очень четко соблюдать правила. То есть заходишь в квартиру с маленьким ребенком, сделай все окна на открытость, на форточку, закрой все окна. И многие делают, что либо это окошки есть с замочками, либо есть такие окошки, в которых просто убираются эти ручки, и ребенок просто не может открыть. А еще предлагают такой вариант – написать памятку об опасностях, которые в разных сферах подстерегают младенцев, детей одного, двух, трех лет до совершеннолетия. И выдавать этот буклет родителям новорожденных во всех областных роддомах. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.